Ёлочные базары заработали в Красноярске. В некоторых местах купить новогоднюю красавицу можно даже ночью. Продают, как правило, ели и пихты. Их привозят, например, из Шушенского и Большимуртинского районов. Всего в городе больше 40 точек продажи. Сколько стоит главная новогодняя красавица, узнал Виктор Бородин. Здесь в районе 200 штук. Остальные на складе у нас. Новогодние красавицы уже стоят дружными рядами на улице Молокова. Бизнесмены говорят, в прошлом году люди разбирали по 100 деревьев в день. Это половина елочного базара. В наличии, кстати, пихта, ель и сосна. Пихта, она более маслянистая, дольше стоит, пахнет. Запах у нее, конечно, больше, чем у ели. И иголка потолще. У ели она более колючая, иголка пореже, но люди все равно выбирают. Но она более пушистая. Елочный базар на Молоково работает круглосуточно. И для покупателей это плюс. Ведь приобрести новогоднюю красавицу по будням успевают не все. Пихта такого плана в районе 3,5 метров, она будет стоить 2,5 тысячи рублей. Это большая пушистая. Метр пихты в районе 700 рублей. А ель где-то в районе 500 рублей. В этом году у бизнесменов появились и новые требования по оформлению торговых точек. Во-первых, должен быть договор с рециклинговой компанией, чтобы после закрытия вывести иголки. Во-вторых, новогодние украшения теперь обязательный атрибут. Здесь же на точке продаж елку вам могут красиво и компактно упаковать, чтобы вы с комфортом могли ее довезти до дома, даже в общественном транспорте. И в итоге вот такая пушистая красавица у вас получится. Горожане на елке уже поглядывают. А вот мнения насчет того, какую брать, искусственную или настоящую, традиционно разделились. Во-первых, запах. Ну да, иголки потом, но это не страшно. Ну и вообще искусственная. Ну что, это у нас и издавна в Советском Союзе еще было так, что лучше живую. Искусственных же сильно не было. Лучше не живая. А почему? А потому что эти елочки бы выросли и превратились бы в большое дерево. Всего в городе больше 40 елочных базаров. Три точки в центральном районе работают с 10 декабря. В Октябрьском и на правом берегу базара открылись накануне. Сегодня 15 точек появились в Советском районе. Позже всех 20 числа елки начнут продавать в железнодорожном. Вы знаете, популярные. Я думаю, что вот то количество этих новогодних базаров, это именно подтверждает. Потому что если бы не было спроса, то не было бы и предложений. Закроют торговые ряды 31 декабря в 8 часов вечера. Времени, чтобы выбрать елку на любой вкус, более чем достаточно. Виктор Бородин, Павел Иваницкий, 7 канал.